Советская и российская актриса Екатерина Градова, скончавшаяся 22 февраля на 75-м году жизни, умерла внезапно. Причиной смерти артистки, известной по роли радистки Кэт в сериале 17 мгновений весны, стал инсульт. Об этом сообщает МК со ссылкой на свой источник, близкий к семье заслуженная артистка РСФСР. Как уточняется, накануне Градова чувствовала себя вполне нормально, не болела, хотя имеет ряд хронических заболеваний, в том числе диабет, но беды ничто не предвещало. Поэтому дочь Градовой, актриса Мария Миронова, спокойно улетела отдохнуть на Мальдивы. Мироновой позвонили утром 22 февраля, сообщив, что ее матери неожиданно стало плохо и прибывшие на вызов врачи скорой диагностировали инсульт. Артистку доставили в больницу, где начали делать операцию, но сердце Градовой не выдержало. Похоронит Екатерину Градову на Троекуровском кладбище 24 февраля. Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора, профессора, член-корреспондента Академии архитектуры и альпиниста Георгия Градова, погибшего в 1984-м при восхождении на Памир. Мать, актриса театра имени Гоголя Раиса Градова, училась в Московском институте иностранных языков, школе-студии МХАТ. Экранный дебют, 1968 год, осенние свадьбы. Помимо мгновений, снялась в сериале «Место встречи изменить нельзя», Светлана Волокушина, ряде телеспектаклей, в том числе, в «Собаке Баскервилей» 1971-го. С 1971-го по 1976-й была замужем за Андреем Мироновым, которому родила дочь. Второй муж — физик-ядерщик Игорь Тимофеев, с которым Градова познакомилась на паломничестве в Оптину пустынь. Адвокат Тимур Маршани рассказал о наследстве скончавшейся актрисы Екатерины Градовой. Известно, что при отсутствии завещания муж, дочь и приемный сын артистки становятся наследниками первой очереди и могут получить одну треть наследства в равных частях. Кроме того, нужно помнить о выделении супружеской доли, при которой по закону о наследовании супруг имеет право на 50% имущества, — уточнил адвокат. У Екатерины Градовой остались дом под Владимиром и три квартиры, одна из которых находится во Владимире, а две — в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова